Традиционно заседание началось с обсуждения вопросов предыдущих решений. Нужно было предоставить в надзорные органы графики приемки школ, информацию ЖКХ по температурному режиму в образовательных учреждениях, информацию в ЦГБ о реорганизации дошкольных учреждений. Это было выполнено. Также нужно было совместно с отделом Министерства внутренних дел и отделом надзорной деятельности провести работу по согласованию установки турникетов для обеспечения пропускного режима в общеобразовательных учреждениях. Здесь возникли разногласия. Полиция рекомендует установить пропускной режим. О требовании МЧС говорят о том, что не должно быть никаких препятствий на пути эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Я рада, что коллеги здесь понимают друг друга. Нельзя, скажем так, с флаги на башне, значит, те неправы или эти неправы. Надо садиться за стол переговоров и искать тот вариант компромиссный, который на сегодняшний день не то чтобы устроит надзорные органы. Наверное, здесь в первую очередь нужно вести речь о целесообразности, а не о том, чтобы удовлетворить чьи-то амбиции. Поэтому с коллегами из управления образованием мы проговорили, что, ну, что называется, вручную и поименно, по каждому образовательному учреждению проехать, посмотреть. Нужно обеспечивать и пропускной режим, нужно обеспечивать и пожарную безопасность в учреждении. Что касается текущей работы по подготовке образовательных учреждений, то ведется работа по исполнению предписаний надзорных органов. Есть неисполненная в школе номер 13, которая связана с оборудованием раздевалки для мальчиков. Хочу сказать, что сейчас это оборудование раздевалки в стадии окончания, завершения, поэтому раздевалка до начала приемки будет. До начала приемки. Да, вот, уже заканчивается. Это по Роспотребнадзору. Далее, школа номер 17 по антитеррористической защищенности, это установка забора. Есть неисполненное предписание Госпошнадзора в школе села Полдневая. Необходимо вывести уголь, который находится на территории. Особая ситуация в школе номер 14. Там ведутся работы по полной замене пола во всех коридорах. Основная работа уже проделана, осталось постелить противопожарный линолеум. Не успевают до приемки, поскольку средства поступили позже. Соответственно, ремонт начался не вовремя. Есть предписания и по детским садам. На 1 сентября по линии Госпошнадзора детский сад номер 37. Здесь у нас необходимо установить двери, которые были предусмотрены на проектной документации. Будет исполнено до начала приемки. Этим уже занимаются. Далее, по линии МЧС, у нас МЧС именно по противогазам. У нас, значит, не есть предписания. Но здесь эта ситуация включена в муниципальную программу. И, соответственно, по сколько программу? А когда там вступить? Это 18. 18? 19-го года. И по линии Госпошнадзора у нас 69-й детский сад, имеющий три подразделения. Так вот, на базе 64-го сада два предписания касались двух дверей, которые в коридоре необходимо было установить с учетом длины коридора. Настоящий момент договор заключен. Успевает, начало приемки сделать. Вот что касается здания 69-го детского садика, по проемам 12 дверей на сегодня у нас есть заключение пожарного риска. Выводы пожарного риска не превышают допустимое значение в основе федерального закона 123. Выводы пожарной безопасности объекта обеспечены. Окончательный итог о том, насколько готовы полевские образовательные учреждения, можно будет подвести только после комиссионной приемки, которая начнется уже завтра. Несомненно, проведена огромная работа. Работа здесь всех заинтересованных в безопасных условиях образования лиц. Это и в первую голову руководители образовательных учреждений, поскольку они несут ответственность за безопасность в их образовательном учреждении. Безусловно, шефствующие предприятия, несмотря на ту ситуацию социально-экономическую, в которой мы все сегодня находимся, тем не менее в этом году помощь шефов, она была тоже, и она была достаточно значительной. Ну и, конечно же, родительская общественность, которая ежегодно, традиционно помогает в том, чтобы все образовательные учреждения к началу учебного года прошли вот эту комиссию, что называется, с первым предъявлением. На сегодняшний день можно сделать вывод, что нет ни одного образовательного учреждения, для которого были бы основания для того, чтобы его не принять к началу учебного года. Хотя замечания все-таки есть, но они будут устранены. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Новости Полевского.